Друзья, всем привет! С вами Дмитрий ФМ и сегодня история про автомобиль Альфа Ромео 33. Дмитрий ФМ Эта история началась с банального сообщения от моего друга Лехи, автор канала Мастерская Фримотерс. Ссылку оставлю в описании, переходите, подписывайтесь. Он мне прислал фотографию машины, ссылку на объявление и написал, смотри, какая классная и интересная машина. Это был автомобиль Альфа Ромео 33, 1990 года выпуска. За сумму меньше 100 тысяч рублей. Пролистав все остальные объявления Автору, Дром, Юла, ВКонтакте, в общем, до бесконечности можно их перечислять, я реально убил минут 40 на поиск подобного автомобиля вообще в принципе в мире продаж. Таких машин было всего 4. И одна из них была в нашей Волгоградской области. Созвонившись с продавцом, мы начали выяснять, что с ней не так, почему она такая дешевая, в каком она состоянии, какая вообще история у машины, расскажите. Продавец очень все подробно рассказал. Машина была куплена примерно года 2 назад в разобранном состоянии, так как у нее был поломан двигатель, провернуло вкладыш, застучал мотор, предыдущий собственник ее разобрал, понял, что по деньгам дорого починить и продал. Этот товарищ, которого мы покупали, он тоже хотел прикоснуться к истории, прокатиться на этой машине, купил ее, притащил к себе, начал заниматься, разбираться, тоже понял, что по деньгам это очень дорого. И машина продолжила стоять уже в его дворе. Вот в общей сложности она 5 или 6 лет простояла, а без движена. За это время ребята молодцы, успели купить кое-какие запчасти к этой машине. И по телефону он говорит, практически все есть для сборки, только соберите. Естественно, перед сборкой нужно было отремонтировать блок, то есть отдать его на росточку, хонинговку, нужно было отдать головки блока цилиндров на ремонт, на опрессовку. В общем, все те работы, которые требуют специального оборудования, обычным гаечным ключом, невозможно было это сделать. Мы договорились о встрече с Лехой, загрузились в Соболь 4х4, взяли с собой все необходимые инструменты, трос, домкрат, в общем, все то, что могло понадобиться для выковыривания машины, приросшей к земле, и дотащить ее до дома на трассу, потому что эвакуатор туда вызывать было бы дорого, мы решили потащить на трассу. Все сейчас, что я вам рассказываю, я мог бы снять, когда мы приехали туда, но мы, когда приехали, было очень холодно, камеру не включали, поэтому я сейчас расскажу тот момент, докуда камера была выключена, а дальше пойдет рассказ уже непосредственно с места события. Приехали, посмотрели, поняли, что это металлолом, куда нужно вложить очень много денег, времени, сил, но машина была очень интересная, она понравилась. У нее деревянный руль, у нее спортивный салон, сидушки с боковой поддержкой, у нее оригинальные стояли литые диски паутинкой легкой, причем диски стояли с очень широким вылетом, полочка такая, ну сейчас фотографию вставлю, покажу. В общем, машина, несмотря на то, что была приросшая к земле, она всем своим видом и комплектации говорила, что, ребята, я не для свалки, соберите меня и восстановите. Мы ее забрали. Дмитрий ФМ. Такой интересный автомобиль, это Альфа Ромео 33, с двигателем на 132 лошадины силы, 92-го, по-моему, года выпуска, и по паспорту эта машина должна ехать 8,4 секунды до сотки. Интересность этого автомобиля заключается в том, что интересность, сложность одновременно. Мотор-оппозитник. Это вот весь двигатель, две головки, вот головка сюда, головка на ту сторону, и здесь не хватает коленвала. Салон, конечно, тут машина стояла больше двух лет, все пыльно и грязно, это нужно будет отмыть, двигатель собрать. Сейчас мы Альфа Ромео тащим ко мне во двор, под навес поставим ее, а двигатели, агрегаты, все там, коробку, повезем к Лехе мастерскую. Это канал Мастерская Фримоторс. Наверное, он будет еще какие-то серии снимать про то, как он мотор будет восстанавливать. Но в целом в этом видео я вам все это покажу. Вот он, довольный человек, который ехал без стекла, без печки, в минус 10 почти. Леха, Мастерская Фримоторс, добытчик. Пойдем, Соболь, погреемся. Все, я весь обжегся, горящий капец. Да, то обжегся, то замерз. День контраста. День контраста. Пойдем, погреешь. Все, мы, короче, идем греться, пить кофе. Сейчас я возьму, помогу. И продолжаем путь. Ну что, мужики, приехали мы в мастерскую Фримоторс. Леха, наконец-то, в кадре появится. В общем, вот такое место он организовал, убрал, чтобы мы расположили сейчас картер двигателя и на полу будем раскидывать все запчасти, которые потом в дальнейшем будут собираться наверх. Опа! Все, обратный молоток. Все четенько выбивает, вытаскивает. И не зря мы сюда залезли. Тут ничего нет. Здесь дохлые мужики какие-то. Да, ну помпа все равно менять она поломанная. Надеюсь, мы найдем ее. Самое главное вот это заварить. Прикол в том, что сама помпа живая. Была живая, проблема в том, что корпус поломанный. У нее всего лишь два отверстия из четырех и нормально прижать. Она гнила. А, да, здесь не будет давления нормально создаваться. Так, короче, для разборки головки приняли решение поставить его одной головкой вниз, разобрать ту голову, потом перевернуть и разобрать эту голову. Тогда это будет максимально похоже на разборку обычного двигателя. Там стекла внутри. Не зря мы разобрали. Да, не зря вскрыли. Тут вообще прям и мусор, и стекла налетели. Да, я еще раз пшипну. Да, там полно жидкости. Есть. Что там по юбке? Не спалено? Ну, эти задирки есть небольшие, но незначительные. Залегшие. Остается сейчас разобрать ту сторону, помыть, почистить и смотреть, что там дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это пустой будет первым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в общем, друзья, Потратили мы примерно час, наверное На отчистку Блока от грязи И почистили только половину Вторая половина осталась такая же грязная Поэтому мы решили пойти другим путем Все, что нужно помыть, вот такое грязное Мы сейчас откладываем в сторону И завтра днем поедем на мойку И на мойке керхером Собьем всю грязь основную Потому что можно сейчас потратить часа 4 На просто тупо отшкрябывание А чтобы сейчас время не тратить Ночь на улице Но хотели поработать как раз в ночь Мы будем разбирать головки блока цилиндров Раскладывать все запчасти поэтапно И если она окажется такая же неотмываемая Как блок, то тоже будем в сторонку Складывать саму головку А деталюшки все перемоем мелкие в тазики Друзья, очередной день настал Много мы не снимали, потому что Смысла не было Итак, что было сделано за эти дни В общем, как вы помните из предыдущих сюжетов В блоке цилиндров Вот здесь не хватало куска Леха отвез этот блок к очень хорошему мастеру Кто разбирается в сварочных работах Независимо от того, что это за металл Он всегда подберет необходимые компоненты И заварит Так и получилось Вот здесь вот поставлена латочка Сверху все плотненько проварено Осталось сверху шлифануть поверхность Керном накернить, просверлить Сделать резьбу И получится 4 точки крепления помпы Как оно и должно быть В целом, хоть оно и выглядит сейчас вот так Сварочные швы Непонятно как Но главное, что с внутренней стороны Там все отлично Теперь, что касается головок блока цилиндров Как вы видели Здесь вот эти каналы были забиты Просто в хлам Плюс куски были какие-то отломаны Произведены фрезерные работы Они на плоскошлифовалке делали Я смотрю, да, уровень? Плоскошлифовальный станок И сделали на станке новое седло Сейчас достану клапан, покажу Вот так вот сейчас все это выглядит Ну, естественно, нужно притирочные работы Произвести перед сборкой двигателя Чтобы головки были герметичны И выдавали максимальную КПД при работе двигателя Так, мы сейчас пока что будем кидаться Собирать блок Не зная, все ли у нас запчасти или не все В процессе, пока все это дело было в мастерской Мы с Лехой активно Ну, больше Леха, конечно, занимался А где-то все поубирал, да? А вот лежит Так, в общем, все, что можно было помыть, почистить Подготовить для сборки Помыли, почистили, подготовили Есть, конечно, над чем еще работать Но это будет уже чуть позже Сейчас горит, горит Хочется собрать двигатель Чтобы увидеть, как он выглядит в собранном виде И чтобы появилось понимание, чего нам не хватает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колено установлено Протянули необходимые моменты в затяжке все болты То есть сверху шесть штук И по бокам еще шесть штук То есть здесь три Там три Смотрим Вращается, все крутится Лех, крутань его? Тут что-то одной рукой не получается Опа Да, то есть он вращается Даже с небольшой инерцией Что нам говорит о том, что колено с вкладышами достаточно неплохо подобрано Установили все четыре поршня на свои места И все это прекрасно крутится Руками Руками, да Сборка двигателя идет полным ходом Но точнее по раздельности Собрали блок, теперь собрали головки Что самое интересное, хочу показать Лех, покажи прокладку Леха научился вырезать прокладки, вырубать У него есть специальный наборчик И он делает прокладки вот прям в точности, как они должны быть по заводу Заказывайте, сделаем любую прокладку Вот оригинал Вот оригинальная прокладка И внизу сделанная самодельная прокладка Все четенько, все по размерам Раз и новые действия в кадре В общем, почти все собрали Уже Леха покрасил красным спортивным цветом Самая сложная задача, которую мы хотим сейчас вам показать Здесь вот не было куска Все это дело заварили Теперь мы вывели плоскость после сварки И сейчас Леха будет кернить и сверлить Нет, не по центру Вот не по центру, очень по центру Вот так по центру Чуть выше Во Раз Так, в общем, мужики, смотрите Новую помпу установили Помните, там вначале была проблема Отломан кусок В общем, заварил сварщик Отдавали мастеру Новую помпу поставили Отверстие просверлили Болтики закрутили Прокладки приехали ГБЦ Сейчас вот так вот нарядненько все это выглядит Начинаем сборку Получается, это правая у нас голова Пассажирская ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, можно сказать так Смотрите, какая красота получается Оппозитный 16-клапанный Четырехдроссельный Форсированный 1,7 двигатель На 137 лошадиных сил Выглядит вот так на столе У нас задача следующая Выставить ГРМ Собрать уже до конца всю мелочевку По мотору Болтики, гаечки И уже ехать на место парковки Я не знаю, что еще говорить, мужики Короче, мы уже заколебались Сколько дней мы примерно собираем его? Да недельку примерно Недельку Вечером где-то по 4-5 часов Мы уделяем времени То есть все это растянулось Из-за ожидания запчастей долгого У нас один раз запчасти упали в отказ Второй раз опять ждать И так вот Два раза перезаказывали запчасти За это растянулось на две недели А по сути работа на неделю Работа на неделю И в идеале, если бы в мастерской Была бы мойка для агрегатов Нормальная, человеческо-качественная Плюс ко всему Хотелось бы приобрести Аквабластинг Ну и, соответственно Порошковую покраску Тогда вот такие вот Интересные моторы Можно собирать не просто Внутри, что все чисто По стельке, все вымотой Но и снаружи он будет нарядный Красивый, как будто только с магазина В общем Суть такая С помощью канала С помощью машин Зарабатывать денежку И каждый новый покупаемый Автомобиль для проекта Чтобы собирался все интереснее Красивее и лучше А с вашей стороны Вы можете просодействовать Я оставлю внизу В описании под этим видео Номер карты Кому не жалко Кидайте денежку Деньги будут потрачены На полезные вещи Которые будут улучшать Контент на канале И повышать интерес Самого канала А мы продолжаем Собирать двигатель И в следующем кадре Встретимся уже С новыми событиями Дмитрий ФМ Очередное утро Начинается не с кофе Так, в общем Наконец-то мы привезли На Соболе двигатель Который собирался Мастерской Фри Моторс От Альфа 33 И сейчас мы ее Выкорчевываем со двора Нам нужно ее развернуть И загнать обратно На яму Для установки двигателя Блин, настолько легкая Что мы руками ее катаем Туда-сюда, да? Да Все, поехали Хочешь садиться на автобус? Не, не хочу На шестерку Езжай в рапорт Да, в качестве технички У нас сегодня Хендайчик Потому что у Соболя Полный багажник Там два мотора Гусь, коробка На нем здесь неудобно Маневрировать Он прям тяжеленький А Хендайчик пустой стоит Кайфует Поэтому пусть работает Поехали Что, готов? Поехали? На, так потихонечку Тащи меня Принял Потихонечку Все, мне его уже не видно За столом Ускрылся Так, я на заднем приводе На летней резине В подъем по льду Но сзади блокировка В мосту Поэтому Пока что хватает Затка Льва выкатывается Все, теперь мы Перецепляем автобус И затаскиваем Альф Ромео Во двор сзадом Поехали Технология Заезжаем Задним ходом И автобус И Альф Ромео Главное, тебе заплату Меня перетащат А там вручную Заталкаем Все, короче Автобус на территории И Альфа на территории Теперь надо сманеврировать Вот здесь Чтобы автобус Закатить подальше Назад И Альфа на яму Все, будем отцеплять Надо яму открывать Все Осталось открыть яму Смотровую И закатить На нее Альф Ромео Все, Альф Ромео На исходной позиции На яме Будем здесь устанавливать Двигатель Все здорово Все классно Автобус стоит там Потому что пока что Он мне не нужен И теперь следующая задача Это на Соболе Заехать сюда Потому что у него В багажнике Мотор Причем там два мотора Сразу Открываем Та-дам Альф Ромео Кто-нибудь видел Хоть раз Трехмоторный Соболь Вот смотрите Раз Он там Два Дизельный мотор И под капотом 405 Да И двойная трансмиссия Еще коробка лежит Ладно Кроме шуток Сейчас заезжаем Разгружаем И уже наконец-то Приступаем к установке Двигателя на Альф Ромео Да, Олег? Да Поехали Трехмоторный мотор Трехмоторный мотор Шел десятый день сборки Позвался Шел десятый день сборки Альф Ромео Прошло 31 декабря Да, кстати Сегодня 31 декабря Мужики Всех с наступающим Так что Всех с наступающим Ура Снимаем капот Закидываем мотор И все готово Поехали Редактор субтитров Так, в общем Двигатель занял свою позицию Задача следующая Какая у нас задача, Лех? Задача закрепить двигатель Давай Мужики Это непередаваемое ощущение Четвертая передача 3000 оборотов Первая поездка Спидометр Не работает Нифига Поэтому, Лех Покажи спидометр Электронный спидометр В режиме обкатки Едем Но первая Вторая передача Зацепа нет Зима Скользко Мотор дурной Блин, я в восторге Руль стоит криво Надо ехать на развал схождения Настраивать Мы сейчас в режиме обкатки Движемся Еще момент один есть Во всей видимости У нас не работает термостат Либо его там совсем нет Внутри в корпусе Потому что температура Выше 50 градусов Не поднимается Это очень плохо для обкатки Сейчас будем засовывать Какой-нибудь картон Квардиатор Чтобы повысить температуру До рабочего диапазона И мотор Чтобы уже прикатывался В нормальном Температурном режиме Камера Ограничение 60 У нас смена пилота Леха впервые за рулем На Альфромео Я в шоке, блин Это Непредаваемые ощущения На самом деле Сейчас, Пауч, ты пикаешь Антирадар нервничает В остальном могу сказать Что рулежка И пострада руля Вот как я говорил раньше Очень похожа на картинг То есть любое движение руля Оно сразу с собой Влечет в перестроение автомобиля Подвеска Несмотря на то, что Жесткая Старая Давно машина не обслуживалась Она очень четко Отрабатывает неровности И ты чувствуешь себя уверенно Мы только что на пятой передаче Ехали 100 км в час Пока мы не включили спидометр Мы даже не понимали Что мы едем в сотку Потому что машина идет очень легко Мы продолжаем Слег и тестирование После сборки мотора Предстоят еще работы Помыть, почистить Отрегулировать развал схождения Разобраться с термостатом Но результат уже есть И мы этому очень рады Ну что друзья План минимум выполнен Задача была Купить автомобиль Восстановить его Подарить ему вторую жизнь И теперь Следующая задача Найти ему Нового владельца Который будет кататься на нем Радоваться Восстанавливать его дальше Получать от него Только положительные эмоции В целом Весь бюджет Который у нас был заложен На эту машину Он потрачен Был восстановлен двигатель По электропроводке Там еще какие-то моменты Я точно уже не вспомню Предохранители Но в общем Мелочевка Всякая необходимая Минимально необходимая Для того чтобы автомобиль Мог самостоятельно Передвигаться по дорогам Общего пользования В целом Это уже 15 автомобиль Насколько я помню Если я правильно посчитал Которому была подарена Вторая жизнь Руками двух Веселых ребят Это мной И Алексеем С канала Мастерская Фримотерс Мы планируем Продвигаться дальше Покупать машины Которые вот Уже прям все Люди не хотят Ими заниматься Они им не нужны И они будут Их продавать Мы их будем покупать Притаскивать на тросу Восстанавливать В общем вся эта история Которую вы сегодня Видели В целом Кто заинтересован В покупке автомобиля Альфа-Ромео 33 С редким мотором 1.7 На 137 лошадиных сил Без проблем Готовы обсудить стоимость Внизу в описании Под этим видео Будет ссылка На мой телеграм-канал В котором есть чат В чате так и пишите Привет Я по поводу Альфа-Ромео Все Я вижу это сообщение Вам в личку пишу Приветственное письмо Там Привет Да Согласен И в общем Начинаем обсуждать С вами стоимость За сколько вы готовы Его купить Ценник Сразу скажу Будет ниже рынка То есть такая машина В идеале собранная Стояла Одна всего лишь На каком-то сайте Я даже Ну не очень известный Среди тех Которые каждый день Используются Ни Авито Ни Автору Какой-то другой сайт В общем ценник Там был за такую машину В идеальнейшем состоянии Конечно это не наш вариант У нас машинка Требует вложений Там прям все идеально 490 тысяч человек Хотел 490 Это очень много Поэтому эта машина Будет продаваться В 2-2,5 раза дешевле Чем сейчас сумма озвучена Поэтому имейте ввиду Не упустите шанс Купить редкий Эксклюзивный автомобиль И восстановить его дальше И кататься уже На идеальной машине В целом Что можно сказать Под этим видео В описании Есть номер карты Спонсорская помощь Всегда приветствуется Не стесняйтесь Не важно сколько там 50 рублей 100 рублей 1000 рублей Сколько есть Сколько не жалко Скидывайте Мы всегда рады Деньги будут использованы Для улучшения качества На канале Видеороликов Для покупки Каких-то машин В зависимости от того Какая сумма будет набираться В целом у меня Сегодня все Спасибо что посмотрели Этот ролик Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии С вами был Дмитрий ФМ Алексей Мастерская Фримоторс До новых встреч Всем пока Дмитрий ФМ Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий ФМ